Здравствуйте. Вас беспокоит отдел финансового контроля банковских операций. Меня зовут Андрей. Дело в том, что пять минут назад по вашему счету происходила операция с переводом средств на карту Аральского банка на сумму 900 тысяч тенге. Скажите, пожалуйста, вы самостоятельно совершали перевод? Нет, я никакой перевод не делал. Операция является подозрительной. Я сейчас вам отправлю код, продиктуйте его мне, и я заблокирую вашу операцию и вашу карту. Хорошо. А вот, пришел код. Да-да, диктуйте. 9-8-3. Ты что, реально хочешь отправить им код? Да. Господи, люди, почему вы такие глупые и наивные? Никогда в жизни не звонят с банка. Тем более не спрашивают СМС-код. Какой финансовый контроль? Это все бред. С банка, все конфиденциально, понимаете? А кто тогда мне звонит? Я? Мошенник. И мои коллеги. Давайте я вам сейчас все покажу. Андрей и Петя. Андрюха, подскажите честно, Тон, почему сейчас появилось много мошенников? Потому что есть много людей, тупых, глупых, наивных, правильно? Начали их дознание капитана Ульяна. Да, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, у вас проживает? Андрюха, ну закрой. Я же тебе говорю, во-первых, поменяй нам казахскую фамилию. Во-вторых, у нас в Казахстане не говорят слово «центральный аппарат». Это же бред. Скажи просто ДВД. Все, не благодари. Работайте, работайте. Ребят, конечно же, вы думаете, откуда мы берем все ваши данные, телефоны. Мы внедряем своего человека в банк, и он работает полгода. Как ты, Асха, родной? Нормально. Все хорошо? Что там с данными? Там все готово. Сделаем спереду. Да? Он обрабатывает, да. Красавчик. Побольше, побольше, побольше информации. Все, хорошо. Все, удачи, родные. Ну и, конечно, вы думаете, откуда и кто отправляет смс-код? Это наш супермозг, наш программист. Не отвлекайся. Работай, работай. Родной, я дохожу под базу, моя выкатка. Ребята, имейте в виду, если вам пришел смс-код, вы не отправляете свои данные, вы отправляете нам свои деньги. Я кайфую с этого момента, когда вы нервничаете и ноете. Это классно. Как это вы не снимали? Вы же мне сами звонили. Ваши сотрудники с вашего номера звонили. Кто? Мошенники? Как я могла сказать им, что? Да вы сами мошенники. Дерните мне мои деньги. Это наши последние деньги. Как мы будем дальше ходить теперь? ВСКРИКИ Но они же сами виноватся Мошенники каждый день обманывают сотни людей. Это не потому, что они умные, это потому, что вы тупые. Вы до сих пор думаете, что мошенник это зэк, который сидит в тюрьме и звонит вам. Да это не так. Они уже давно объединились в большие команды, где у каждого мошенника есть своя задача. И главная задача это ваши деньги. Да, мы мошенники очень хитрые.